Уже в следующем году пачка сигарет в среднем будет стоить 300 тенге. Так говорят в Национальном центре проблем формирования здорового образа жизни. Деньги небольшие, но для заядлых курильщиков такая сумма будет бить по карману. Станут ли меньше курить карагандинцы, узнавал наш корреспондент. Повышение цен на табачные изделия будет проводиться для того, чтобы свести к минимуму общение населения и сигарет. Статистика показала, что распространенность табакокурения среди взрослых составляет 26,5%, а среди детей и подростков более 6%. Запреты на рекламу продажи сигарет несовершеннолетним, судя по цифрам, малодейственны. Заядлые курильщики свои привычки не изменяют. Станут ли горожане курить меньше, если стоимость сигарет повысится? С таким вопросом вышли в народ журналисты Первого Карагандинского. Я думаю, что, конечно, это правильно, потому что многие, наверное, бросят курить. Кто хочет, тот будет курить, независимо, как увеличить цену на сигареты или нет. Ну, это чисто мое мнение. Мне бы все равно, пускай хоть на стол, у меня ни муж, ни зять, ни дети, никто не курит. А вот для других, для общества? А для общества пускай меньше курят. Если сигареты будут становиться дороже, люди не будут покупать. Ну, многие уже привыкли. Тяжело отвыкнуть. Чтобы люди как-то начали задумываться о своем здоровье. И, во-первых, это и финансовые, считай, проблемы, ну, будут. Ну, и может, просто меньше людей будет курить. В принципе, это хорошо. По мнению специалистов, повышение цен на табачные изделия будет только на пользу населению. Сам тот факт, что Казахстан подписала рамочную конвенцию по борьбе с табаккурением, по ограничению табака, уже заставляет нас выполнять обязательства, которые были в этой рамочной конвенции. Здесь имеется в виду и ограничение рекламы, да, и ограничение стимулирования. То есть, все, что поощряет людей курить, надо вот эти моменты снижать нам. А также отказаться от спонсорства таких рекламных крупных компаний, которые проводят какие-то акции под своим брендом, даже якобы против табаккурения. Тем самым, отказываясь от этого, мы выполняем обязательства мировые, скажем так, и проводим свою информационную кампанию, свою антирекламу, скажем так, табачными изделиями. Амина Смакова, Марат Култьянов, 1-й Карагандинский.